Россия начала перебрасывать ядерное оружие в Крым. В Крыму заметили военный транспорт ядерного управления Минобороны России. Замечено передвижение военных грузовиков с номерами 12 главного управления Минобороны России, в частности, на дорогах Керчи и Керченского полуострова. Согласно перечню цифровых кодов, машины 12 управления обозначаются кодом 39. Это управление занимается хранением и эксплуатацией, обслуживанием ядерных боеприпасов. В его составе также входит служба специального контроля, которая следит за ядерными испытаниями в других странах. Что это означает? Это означает, что русские пытаются попугать мир. Он этот Дровосек Медведев, опять сегодня пост дал по поводу того, что... Да, слушай, даже не хочу цитировать. Пугают мир, вы с нами будьте аккуратны. Да мы такое можем. Да все уже знают, что они могут. Они ничего не могут. Они импотенты. Три бутылки водки залпом, Медведев. Ну, Медведев не может выпить три бутылки залпом, водки залпом, потому что у него очень маленькая масса. Там при росте метр тридцать девять или сколько у него? Или метр двадцать восемь. Я всегда вспоминаю, глядя на Медведева, вспоминаю Леонида Макаровича Кравчука, нашего первого президента, нашего большого друга семьи, который любил рассказывать этот анекдот, как идет съезд карликов и выходит на трибуну главный карлик и говорит, мой рост метр сорок три, рост моего сына метр двадцать восемь, рост моего внука метр семнадцать. Карлики, перестаньте, а то даетесь до мышей. Вот Медведев, он уже похож на мышей, хотя он и сам мышь, и Путин мышь. Это такие в историческом размере, масштабе мыши, ты понимаешь, когда есть великие деятели прошлого, и мы понимаем, кто они. Могучие умы, могучие мысли, могучие поступки, могучая стратегия. Эти просто какие-то недомеренные мыши, чертовые. Да, знаешь, что эти мыши? Эти мыши ищут, судя по всему, эликсир вечной молодости. Умирать им не хочется. СМИ «Москвау Таймс», в частности, написало о том, что российским ученым по приказу друга Путина срочно приказали придумать лекарства от старости. Главным лоббистом программы по созданию новых технологий «Сбережение здоровья», так они это называют, стал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, который является близким другом Путина. Но мы же помним, как дочка Путина, ты помнишь интервью, какое она давала, о чём она говорила? Тоже те же самые поиски вечной жизни, таблеток от старости и так далее. Для Путина это актуальный вопрос. Они нашли, кому поручить эту задачу, изобрести эликсир вечной молодости, российским учёным. Российские учёные знамениты тем, что большая часть их уже уехала на Запад и благополучно там процветает, а меньшая часть занимается сдачей в аренду площадей своих академических институтов, не производя ничего нового и не давая для науки никакой толчок, никакого толчка. Это о них говорил покойный Михаил Задорнов, учёные в говне мочёные. Вот это точно соответствует русской науке. Вообще, как можно говорить русская наука о том, чего нет? Этого нет. Нет науки. России нет. Науки нет. Ни черта нет. Нет. Пыжились-пыжились. С голой жопой пытались мир пугать. Ну вот допугались. А мир смеётся уже. Миру не страшно. А что они изобретут вместо эликсира молодости? Да ничего они не изобретут. Они и деньги освоят. На это выделят много денег из бюджета. Вот что они хорошо делают, умеют красть бюджетные деньги. Этим мастерством они обладели в совершенстве. И слава Богу, для нас это хорошо. Ты сказал, что Путин пытается своё население убедить, что у него всё идёт по плану. А вот то, что он рассказал на встрече со школьниками… Ты очень правильно назвала этот сброд населением. Это не граждане, это не народ, это население. Вот то, что Путин на встрече со школьниками в ТВ рассказал, что маленькие члены, он их так обозвал, маленькие члены, его семьи свободно говорят на китайском. Это тоже по плану и по какому плану Путина? Ну, это был жест в сторону Китая, безусловно. Во-вторых, это признание того факта, что Россия под Китаем. И уже маленькие дети изучают китайский язык, потому что в стране надо говорить на языке, на котором говорит хозяин. Это логичная мысль. Я считаю, что вообще все русские, которые останутся в России, нерусские тоже. Все, кто останутся в России, не сбегут оттуда. Должны учить китайский язык. Это правильно. Я думаю, что ты смотрел, как Путин собрался в Монголию, и, соответственно, в Монголии, как только он туда прилетел, как только нога его ступила на монгольскую землю в аэропорту, его должны были арестовать и передать на скамью подсудимым, потому что Монголия, она подчиняется юрисдикции МУС и принимает её, Международного уголовного суда. Но Монголия отказалась это делать. Непонятно, каким образом и по какой причине, потому что её нет. Но он прилетел, его не арестовали. Естественно, что и Международный уголовный суд выступил с заявлением, выступила и Украина. Скажи, пожалуйста, как ты это расцениваешь? Я хочу обратить внимание наших уважаемых зрителей на один факт. Я не видел ещё, на чём он прилетел в Монголию, не смотрел видео, но меня поразило, что Путин прилетел в Тыву, в Кызыл, столицу Тувинской республики, на самолёте Тув. Я сейчас объясню, что я имею в виду. Значит, первый борт президентский, первый борт России, Ил-96. Ил-96. Почему он прилетел на Ту? У меня только один есть ответ. Вот я не видел, чтобы кто-то обратил на это внимание. У меня есть один ответ. Ил, наверное, сломался. Вообще, российская авиация сыпется быстрее всего остального. И я тебе скажу, что почему ещё Путин хочет идти на переговоры. Потому что ещё год-два в России не на чем будет летать. Массово начнут биться самолёты. Гражданские самолёты. Это мина замедленного действия. И то, что Путин прилетел вместо Ил-96 на Туполеве, говорит в пользу того, что, видимо, с Илом проблемы. Теперь по поводу его прилёта в Монголию. Безусловно, исходя из устава Международного уголовного суда в Гааге, Путина должны были арестовать в Монголии. Конечно, Путин летел туда, зная, что его там не арестуют. Конечно, это создаёт неправильный прецедент и неприятный прецедент для всех нормальных стран. То есть, таким образом миру показывают, что да, мы члены Международного уголовного суда, но и наш судья, кстати, входит, монгольский судья входит выше там суд. Но мы так трактуем правила МУС, и мы не будем арестовывать того, кого не хотим арестовывать. Я думаю, что сейчас Запад не останется в стороне, и будут предприняты серьёзные санкции. Но у меня есть ещё одна мысль по этому поводу. Тоже нигде не видел её. Это моя мысль. Мы видим, что Международный уголовный суд в ГАГе хочет привлечь к ответственности Нетаньяху. И таким образом, мне кажется, создаётся согласованный прецедент, чтобы Нетаньяху мог дальше перемещаться тоже по странам, невзирая на ордер возможный МУС на его арест. Вот это моя личная мысль. Ты затронул тему личного самолёта Путина. Вот как раз новость в тему. СНН. США конфисковали самолёт президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Канал отметил, что причиной конфискации стало то, что приобретение самолёта было нарушением санкций США. Его конфисковали в Доминиканской республике. Источники описали самолёт как аналог американского борта номер один. Он был замечен в путешествиях Мадуро по миру. Канал говорит, это посылает сигнал на самый верх. Конфискация самолёта главы иностранного государства – неслыханное дело в уголовных делах. Мы посылаем здесь чёткий сигнал, что никто не стоит выше закона, никто не находится в недосягаемости санкций США, сказал собеседник канала. Самолёт этот стоит примерно 13 миллионов долларов. И вот у меня вопрос. Путин. Путин, владеющий по миру через свою семью, через своих приближённых олигархов, ну, невероятными, несметными богатствами. Почему до сих пор в рамках санкций США и западных санкций, почему до сих пор не конфискованы вот все эти активы? Яхты, суперджеты. Когда ты сказала о самолёте Мадуро, я вспомнил, как одна из наших дочерей, когда была маленькая, услышала по телевизору фамилию Мадуро и сказала, какая ещё Мадуро? Нет, какая ещё Дура? Нет, какая ещё Мадуро? Да? Так было? Это Алиса, по-моему, да? Нет, ну, не будем называть. Короче говоря, значит, почему не забирают у Путина? А потому что на нём ничего нет. На нём прицеп и гараж. Ты же знаешь, что на нём? Машина Нива, по-моему, или Запороз, что там на нём? Ты пойми, как... Дворец в Геленджике, я не знаю, что на нём. Да на нём ничего нет, услышь меня. Лично на нём ничего нет. И я тебе объясню, как такие люди, как Путин, которые... А Дитя Кабаева, и на нём? Дай договорю. Как такие люди, как Путин, которые, я считаю, являются долларовым, наверняка триллионером уже, ну, это, наверное, самый богатый человек в мире, 25 лет методично грабить российское население, которое не получало от продажи нефти, газа и полезных ископаемых ни черта. Ну, там, конечно, куча денег. Но на нём нет ни цента. А как это всё происходит? А так, он... Это вершина ФСБ. ФСБ – это корпорация, которая правит Россией. Поэтому он распределил совершенно спокойно на своих друзей, на виолончелиста Ралдугина миллиарды, на Гергеева миллиарды, на того, на сего. Он на них распределяет. И он спокоен. Знаешь почему? Потому что, когда какой-нибудь депутатишка, который украл много денег, распределяет деньги на жену, детей, водителя, охранников, поваров и так далее, он всегда трясётся, зная, что они в любой момент его кинут. Потому что на нём ничего, он депутатишка. А на кучу людей много всего. И, как показывает опыт, практически всегда эти люди кидают. Придёт к нему охранник, скажет, «Ты кто такой? Что ты от меня хочешь?» «Это моё. А ну ж на мне читай. Кто собственник? Я. Что ты хочешь? Ты тут при чём?» «Это ж моё. Поэтому отвали. У Путина ситуация выигрышная. Поскольку правит Россией корпорация ФСБ, а он вершина и часть этой корпорации, вершина и часть, он никогда не боится, что ему ничего не отдадут, потому что у тех, кто не захочет отдать, заберут и убьют. ФСБ. Корпорация стоит за ними. Поэтому у него страха нет. На нём ничего, но на нём всё. Хочу процитировать твой пост в телеграм-канале Дмитрий Гордон. Друзья, кстати, подписывайтесь. Самый оперативный, самый точный и самый достоверный информации телеграм-канал Украины. Друзья, лучше, извиняюсь, друзья, лучший телеграм-канал Украины лучше не существует. И в подтверждение этому все телеграм-каналы теряют подписчиков каждый день. Мы каждый день растём то на 500, то на 1000 подписчиков в день. У нас уже около 300 тысяч недавно начали. Подписывайтесь. Самые свежие новости тут же. Что-то происходит тут же у нас. И аналитика, и инсайды. Всё на телеграм-канале Дмитрий Гордон. Подпишитесь прямо сейчас. Цитирую. Лабызания икон, вероятно, совершенно не помогает ботоксному деду. Недавно он обслюнявил Коран во время визита в Грозный, а сегодня притащился в монастырь к буддистам в Тыве, где тискал молитвенные барабаны. Деду уже ничего не поможет, а Коран и молитвенные барабаны придётся дезинфицировать. Ну, дело в том, что он заигрывает с населением России. Это понятно. В России десятки миллионов мусульман. Десятки миллионов. И ему нужно с этим считаться. Поэтому он целует Коран. В России много буддистов. Ему нужно с этим считаться. Поэтому он трогает барабаны. Каким-то барабаном бы ему уже дать по куполу. Но настоящих буйных мало. Вот и нету вожаков. Или барабанов не хватает. Ну, судя по тому, что ты говоришь, всё хорошее у нас впереди. А я хочу у тебя спросить. Вот буквально на днях, друзья, я делала интервью с Романом Костенко. Это народный депутат Украины. Это бывший киборг, хотя бывших не бывает. полковник СБУ. Это человек, который принимает участие, активно принимает участие в войне, которую сегодня ведёт Украина и защищает Украину на фронте. Мы видели недавно его, кстати, фотографии с Курской области. Так вот, это было очень интересное интервью после нашей с Димой беседы. Пожалуйста, пойдите, посмотрите. Вот одна из тех интересных вещей, которую мне там рассказал Роман, была о операции в Курской области и о том, а кто же её придумал. Потому что я у него спросила, ну, хорошо, интересно, весь мир говорит об этой операции. По дерзости, по воплощению, по реализации, ну, невероятно, да, можно снимать фильмы. Я говорю, кто её придумал? Снимать фильмы и шляпу. Вот и шляпу. Мой вопрос был о том, перед кем же лично снимать шляпу. Он сказал, что он считает, он говорит, я не обсуждал с ним, но я так считаю, что лично Александр Сырский был автором, автором, идейным вдохновителем и тем, кто реализовывал эту операцию. Димочка, скажи, пожалуйста, а вот время идёт, мы продвигаемся в Курской области, Украина там закрепляется. Ты понимаешь конечную цель? Потому что об этом сейчас больше всего говорят. Безусловно, я понимаю конечную цель. Это спецоперация, это СВО, которое Украина начала по деноцификации и демилитаризации России. Не будем забывать, что в Курской области живёт очень много украинцев, этнических украинцев, которым не давали говорить на украинском языке. Там не было украинских школ, и Украина долго не могла оставаться годами безучастной, не могла к мольбам украинцам из Курской области. Они просили освободить их от гнёта России. Поэтому Украина и начала специальную военную операцию в Курской области и продолжит её, безусловно, на территориях других областей. Всё идёт по плану. Мы деноцифицируем и демилитаризируем эти территории. И украинцы смогут снова спокойно учить украинский язык, говорить на украинском языке. И нас ждут на Кубани, нас ждут в Брянской области, нас ждут в Белгородской области. Там очень много украинцев, и они задают резонные вопросы. Почему курских украинцев вы освободили, а нас ещё нет? Поэтому Украина, конечно же, не будет оставаться безучастной к этим просьбам. И специальная военная операция будет продолжена до полной реализации целей специальной военной операции Украины. Ну, так, слушай, на Курилов не дают говорить на японском, в Калининграде не дают говорить на немецком, а в Сибири не дают говорить на китайском. вдохновленные вдохновленные специальные военные операции Украины по демилитаризации и деноцификации России аналогичные специальные военные операции будут проводить по отношению к территориям России, не сомневаюсь, и Япония, и Финляндия, и Грузия, и Молдова, и Польша, и Германия. Поэтому мы станем безусловно, мы увидим эти все специальные военные операции и безусловно в их финале Россия будет демилитаризирована и деноцифицирована.